Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку в возрослую жизнь Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа Мадина, как ты отметила вначале, довольно неожиданной была часть выступления главы государства, посвященная политической модернизации До этого уже по обыкновению эксперты гадали на кофейной гоще, будут ли досрочные парламентские выборы, как долго еще будет работать нынешний Кабмин Сегодня были даны ответы на все эти вопросы Как подчеркнул президент, чтобы все было честно и заранее известно, как по срокам, так и по выборным кампаниям Касымжимар Токаев намерен выдвинуть свою кандидатуру на досрочных выборах президента этой осенью Как вы знаете, очередные выборы президента должны состояться в 2024 году, а парламента в 2025 году Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое Поэтому сегодня я намерен всенародно представить график будущих избирательных кампаний Сроки крайне сжатые, понятно, что возникает вопрос, а есть ли альтернатива действующему президенту? Ведь речь идет не только о подготовке предвыборной программы, финансировании и проведении кампаний, но прежде всего о поддержке электората Вот что нам ответили мажористмены Айдос Сарым и Азат Перуашев Многие ждут обновления уже сейчас, многие хотят участвовать в выборах и так далее Поэтому, мне кажется, это честно, заранее все объявлено У тех партий, которые захотят прийти на политический рынок, есть достаточно большое количество времени У них появится возможность, во-первых, выдвинуться в президенты, набрать опыт, известность и так далее Регистрировать новые политические партии и после этого уже проводить выборы в мажористмены и так далее Хорошо, вы сказали, что это будет честно А насколько это честно будет по отношению к другим кандидатам в президенты? Они ведь не успеют подготовиться Почему не успеют? Политика это такая вещь, когда человек должен быть, по крайней мере, имеющий амбиции Он должен быть готов к выборам хоть завтра, хоть послезавтра Как вы думаете, есть ли сейчас у нас в стране достойный оппонент Касымжумарту Токаеву? Я думаю, что есть Все-таки мы живем в свободной стране Мы живем в стране, которая выбрала для себя демократический путь развития Поэтому я уверен, что выборы будут альтернативные Я уверен, что будут достойные кандидаты Назовите хотя бы одно имя Я сейчас называть не могу, поскольку решения эти выносятся не одним человеком А выносятся партиями, движениями Если кратко остановиться на социальном блоке, то здесь в топе по-прежнему вопросы заработной платы и пенсии Последний пункт, кстати, больше относится к женщинам Похоже, одиночные пикеты и митинги были услышаны во властных коридорах Принято решение зафиксировать возраст выхода женщин на пенсию в 2028 году на отметке 61 год Минимальная зарплата будет увеличена с 60 до 70 тысяч Выплаты по уходу за ребенком увеличат до полутора лет с 1 января 2023 года Я привела лишь те показатели, которые интересуют рядовых казахстанцев А во сколько эти инициативы обойдутся бюджету чиновникам финансового блока И еще предстоит посчитать Я же полагаю, что часть средств все же будет взята из нацфонда Что сегодня нам подтвердил министр финансов Бюджет наш потянет, президентские выборы и пакет весь этот соцреформ Но президентские выборы, я не думаю, что будут там миллиардные деньги стоить Но мы это все посчитаем А соцпакет, я же еще раз говорю Предварительно на строительство комфортных школ И на строительство сельской местности больниц У нас предварительно расчеты есть Уже планы есть в бюджете, даже предусмотрены деньги определенные Ну вот по поводу пенсии По поводу пенсии, да, допустим Вы до этого говорили, что это триллионы И бюджет не досчитается этих денег Откуда мы будем брать? Откуда мы будем закрывать эти дыры в бюджете? Из нацфонда? Ну, возможно, я сейчас не могу Вот поручение только что получила Вы дайте мне еще с расчетами разобраться Теперь будем наблюдать за процессами на политическом поле Какие партии смогут зарегистрировать и заявить о своих амбициях? Кто из политиков будет участвовать в предстоящей президентской гонке? Будут ли это новые имена нового Казахстана? Или же мы увидим тех, кто уже проходил политическое окрещение выборами? Например, Амиржан Кусанов сегодня написал, что готов к борьбе за главный пост страны Спасибо, Мадина Спасибо, Фаризан